Привет, друзья! Новогодние салаты как? Провалились уже? Ребята, смотрите, на верфи Босфор уже полным ходом идет работа, клиенты ждут лодки, дилеры ждут лодки, и, собственно говоря, я жду свою лодку. И поводом для моего приезда сюда стало то, что ребята довели проект до стадии того, что решается вопрос с прокладкой кабелей. То есть сейчас все коммуникации в лодке будут готовы, будут заливаться пеной, добавляться дополнительные элементы плавучести, и потом схлопываться все это будет, как они называют, с верхней частью пластиковой. Соответственно, потом уже влезть под эту кожуру будет возможно, но не нужно и зачем. Поэтому сейчас я привез сюда акустический комплект JBL Arman. Это топовая бомбовая комплектация, у меня будет дискотека плавучая, а не катер. И мы решаем, какие провода, сколько надо для того, чтобы этот комплект играл так, как, собственно говоря, было задумано. Субтитры сделал DimaTorzok Главное устройство. Два усилителя четырехканальных. Это богатство. Два здоровенных саба, а это колонки активные. 150 ватт, пиковая мощность. Два, пиковые, 450 ватт. Ой-ой-ой. Вот это кач. Это мой корпус. Он отличается от всех корпусов только вот этими накладками. Потому что это называется рисовое зерно. Это ребята из Босфора мне подарили. Такие штуки. Немецкий алюминий. И это несколько другое, чем стоит на стандартных лодках. А все остальное, это то же самое, что любой корпус и здесь стоячий. Вот лодка, как у меня. И это корыто, как они его называют, любезно. Нижнюю часть алюминиевую будут схлопывать, как они называют, с верхней пластиковой частью. Вот она точно такая же, как здесь. С носовой лесенкой, трапом. Это вот дверь, проход через каюту насквозь. Я выбрал именно такой корпус, потому что, мне кажется, это самый практичный вариант для эксплуатации на Волге. Вот по нашей жаре. Жаре и коротком лете. То есть у вас вроде и каюта, а вроде и не каюта. Половина лодки открыта. И от жары можно спрятаться, и от дождика. И если что, устроить сквознячок. И будет приятно всем. Вот. Сейчас определялись, куда ставить. Они рассчитывают поставить сабы вот в эти рундуки под сиденьями. Один, второй. И колонки пара уйдет вперед. Пара будет сзади. Я почему-то думал, что мы используем задние рундуки. Но не получится, потому как некуда будет тогда ставить аккумулятор. Но, ребятам, виднее. Это не мой корпус. Это такой же корпус. Синенький. Почти готовый. Я просто показываю вам, что и как. Вот это мое. Та же самая конструкция, в которой мы кололи лед. Но вот в этом корпусе. 800-й. Видео есть на канале. То есть мы уже использовали эту лодку. Испытывали. Первый раз были ходовые испытания. И она у нас уже была ледоколом. Это было середина декабря. И видите, на днище. Но вот эта засечка вряд ли ее оставил лед. Это какая-то металлическая, механическая. А в остальном никаких повреждений. И сейчас эту лодку ждет уже финалочка, можно сказать. Будет корпус делать ему, внутреннюю отделку. А вот эта корыта непонятная. То ли будет лодка такая же, как моя. То ли круизер, потому как они все, как я уже сказал, одинаковые. Вот рисовое зерно. У меня такое же, как на 800-ке. А в остальном пока это сток-сток-сток. Вот, да, красненький такой же. Сейчас мне надо будет ехать за проводами, я так понимаю. Потому что в комплекте JBL есть все, кроме нужных нам сегодня проводов. И сегодня опять на производстве. Сегодня со мной главный человек по тюнингу, автомобильному тюнингу в Самаре. У Игоря компания, которая называется ADON. В Самаре ее знают практически все. Потому что, если вы, к примеру, хотите купить крузак новый, 300-й, с салоном от Lexus, это к нему. Вот. И сейчас Игорь смотрит такую же лодку, как моя. Ну, принципиально такую же. Вот примерно на таком уровне находится ватерлиния. Тут плюс 30-40 сантиметров, как правило, причалы находятся. И вот вы подходите на этом уровне, расщекляете тент. Вот. Перешагить вы находитесь в катере. То есть, вот здесь ступенька получается. Да, на сиденье и прям как бы в корпус. К вопросу, как попадать в эту лодку, я предположил, что основной вход у нас через нос. Александр говорит, что ничего подобного. Через хвост еще. Здесь мотор, да. Здесь все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok